Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Dakar Shikga не только это сотни и миллионы народа кондис кришна что он делает он играет на флейте сна бахчин такури таком на банк жаре который погрешен бавы и кришна звуком своей флейте когда он зовет рады рады в этот момент сердце преданного тает таким же образом все чувства преданного а а Тогда Богован своего сострадания проливает милость и проливает четвертую свою сладость, его нежное касание, сокумария, своих лотосных стоп, рук или груди. Богован своим касанием своих стоп, головы, тех преданных, которые пребывают в настроении служения. Он берет руку преданного, кто... Он теряет слезы преданных настроениям. А, то есть он берет за руку тех, кто в настроении дружеской любви, натирает слезы преданного своей рукой, которые пребывают в настроении родительской любви. И он обнимает своими двумя руками тех преданных, которые погружены в настроение супружеской любви Господу, касаясь их груди своей, которой она отмечена знаком шреватца. Таким образом, нужно понять, что Богован проявляет его нежное касание в соответствии с Бхавой преданного. И затем преданный вновь теряет сознание в четвертый раз. И так, раз, она означает язык. Преданный обнимает... Ой, Кришна обнимает и целует преданного. То есть преданный, который находится в Ацале или Мадхури Раси, преданный, Кришна обнимает и целует такого преданного. И тогда преданный, ощущая, а поцелуем Кришна, язык Кришна, преданный, он не может сдержаться. Так же, как мать, она целует, обнимает маленького ребеночка. Вы такое когда-нибудь делали с маленькими детьми? Сначала ребеночек танцует для вас, потом вы целуете его. Когда вы такое делали? В трех местах вы целуете ребенка. Самое первое в щечке. Иногда в голову. Детишкам очень нравится, когда вы их в животе целуете. Пупочек. Багаван, преданного, который в Ацале или Мадхури Раси обнимает и целует преданного. И в этот момент преданный, он становится очень беспокойным от према. И преданный теряет сознание вновь. И затем Господь являет свое великодушие преданным Аударья. Что такое Аударья? Это когда вместе с Аураси, Сарупья, то есть все вот эти бабы, все вот эти виды сладости, Господь, Он одновременно является своему преданному. Это называется Аударья, великодушие. То есть, когда одновременно преданный, например, на стороне Гопи, Он пристает перед его глазами в прекраснейшем облике Кайшоры, юного пастушка. Камадева, бидмаги. То есть, напрямую Сакшат, облик Камадева, Купидона. Кришна являет этот облик при своем преданном в Мадхури Расе. И все его чувства в уши, нос. То есть, образ Кришны настолько прекрасен, что преданный погружается в прему. Преданный не может сдерживать свое трансцендентное вожделение. Это при Сибакта. То есть, преданный на стороне Мадхури, в особенности перед Радой и Гопи, Кришна проявляет этот удивительный облик. Чиларупа Касвами описывает в этот момент Рады и Гопи, видя прекрасный образ Кришны. Они также являют удивительный, прекрасный облик, потому что в соответствии с преданным, Господь проявляет свой образ соответствующим образом. Это Анчите Шакти. Вы постижимое качество Кришны. И Гопи также. Они проявляются в обликах прекрасных 16-летних девушек, очень красивых и привлекательных. И в этот момент с кончиков на стопах, на пальчиках и до макушки. Они настолько прекрасны, настолько сияющие. И Кришна очень счастлив в связи с прекрасных Гопи. И в соответствии с тем, как Гопи, они проявляют свой облик. Прекрасных юных девушек. Также Кришна проявляется в удивительном образе юного пастушка. В соответствии с веном, с према Мадхурия Бхакты преданной, Кришна проявляет свою према Мадхурию. Соответственно, это особенность Господа. То есть, есть 4 ингредиента на основе стаи бабы. Какие? Вибав, Анубав, Сатвик и Виабичари. Вибава. Анубава. То, что следует за Вибавой Сатвик, означает 8 видов трансформаций из-за любви. Например, испарина. Когда волоски становятся дыбом. Когда преданный плачет. Экстатические признаки. Иногда ваше тело стрясается. То есть, все эти Ашта-Сатвика, Викары. Также, Виабичари также называются Санчари-бабами. 33 вида... Вида Санчари-бабах. Также здесь Аламбан и Удипана. Аламбан делается на 2 вида. Вишай Аламбан и Ашрая Аламбан. И Удипана, означает, что вы что-то видите, это стимулирует ваше сердце. Удипана стимулы, они стимулируют сердце. Так почему говорится, что Бхагаван... Видя прямо под хури преданного, сладостную красоту преданного, Бхагаван проявляет свой облик в соответствии с настроением преданного. Господь независим. И Господь, Он проявляет свой образ в соответствии с настроением преданного. И гопии также. Рада и другие гопии, они, зная Баба Мадурия, Кришна, они действуют соответствующим образом. Бхагаван. Снамадамана пранхите, приянрадхатанхите, kalамиласа пранхите, ананнакарна паньярадхья, кама келикохите, падаваресасиамам, trivatarасyamajanam, анантакоди, висно-роварнам, прапарна жаримите, миматрия, пулумача, гиричача, парапрадхи, пабарасидди, риджи, сидди, такпадан, кулиянаси, падаваресасиамам, крипатакракча, бхагаванам. Мадамададхи, бурванин, прамадаман, панхите, приянрадхаран, чиндили, kalамиласа, пандите, ананнакарна, пунжаракча, кама келикохите, падаваресасиамам, крипатакракча, Здесь описывается качество Шимати Радики. Она всегда опьянена прекраснейшим образом Кришны, так же, как слониха. Он всегда бесстрашно бегает тут и там, таким же образом. Все гопи в детстве, они бесстрашные, и они повсюду очень так бесстрашно ходят. Точно так же, как в сезон дождей, река наполняется водой и ее уровень возрастает. И река начинает переливаться через берега и затоплять местность. И в этот момент на реке появляются волны. Иногда эти волны, они выплескиваются за пределы берегов. Таким же образом, юность гопи, это как вот эта переполненная река. Видя это, Кришна, так счастлив. Со своими подружками. И своими взглядами языковых глаз, они жалят сердце Шимасундары своими удивительными взглядами взворотливыми. Издалека они бросают этот взгляд из уголков глаз, похищая сердце Кришны. Существует множество видов искусства в любви. Шмати Радика очень искусна во всех этих видах искусств. Все знания о премии. Как заставить его танцевать? Иногда? Взглядами языковых глаз? Всевозможными словами и деяниями они заставляют Кришну танцевать. Взглядами языковых глаз? Одновременно все Бабы проявляются. И в этот момент премия усиливается и преданное действует соответственно. И Бхагаван принимает роль Луны, влияя на сердце преданного. И он проявляет сотни и сотни волн настроений, которые захлёстывают одно другое. Так же как океан. Когда на Татьяна дует ветер, эти огромные волны. И одна волна находит на другое. Это называется Бхагавасавалия и Бхагав. Бхагаватпати. Бхагавасанди. Бхагавасанди. Бхагавасавалия. Бхагавасавалия. Это означает, когда одно настроение нахлынувает на другое настроение. Иногда одно настроение доминирует, иногда другое. Так же как волны. Поэтому это сравнивается с волнами. Очень глубокий океан. Тихий океан. Очень глубокий. Вы даже не можете измерить. Самый глубокий океан на нашей планете – это Тихий океан. И когда на Тихий океан налетают ветра, на его поверхности начинают появляться волны. И одна волна накрулёстывает на другую. Иногда они сталкиваются. Это называется Бхагавасанди. Какого-то два настроения вместе. Иногда одна волна. Множество волн Бхавы, Бхав, всевозможных Бхав приходит в сердце перед нами. Иногда закручиваются водовороты. Так же как иногда в океане, вода закручивается в водоворот. И в этот момент возникает такой бурлящий звук. И эти водовороты очень могущественные. Даже гигантские корабли, если они попадают туда, их засасывают туда. И с кораблем покончено. Что это означает? Таким образом, Кришна, он как огромный океан, а гопия, их према, это как водоворот любви. И в этот момент Кришна его затягивает. Он не может даже устоять. То есть, его просто сваливается в этот водоворот. Его затягивает туда. Почему в этом стихе говорится, что эти гопи, Раджасундари, их према Матхурия, это как эти волны и водовороты в Тихом океане. Их према гопия такова. А Кришна это такой гигантский корабль. И этот корабль затягивает водоворот любви гопи. И Кришна не может устоять. Он не может стоять прямо. И Кришна пытается устать. Как? Он держится за руками, за шеей гопи. Точно так же, как корабль. Он смотрит на погоду, смотрит на направление ветра и так далее. В связи с этим, он правит, управляет, ведет свой корабль. И если погода портится, тогда он останавливает корабль. То есть если он видит грозу, он либо становится на якорь, либо в другую сторону правит корабль. То есть сейчас в наше время наука, то есть вот эта техника современная, она показывает заранее уже, какая будет погода. Поэтому капитан, он пытается увезти корабль от Будды. Но таким же образом Кришна, он как гигантский корабль. А гопи это как Примастагар. Это как гигантский безбрежный океан всевозможных рас. И во время фестиваля расы, танца раса. То есть там это фестиваль всевозможных рас, настроений, возвышенной любви. И Кришна думает. Эти гигантские волны, любви гопи, как же мне вышить среди них и что делать, Кришна? Он держит за шею гопи, как пример, который я еще привел. Чтобы защитить корабль. Капитан. Он ведет корабль к берегу и становится на якорь. Таким же образом Кришна своими длинными руками держится за шею гопи. Это как те врачи сундари, гопи. О любви. Волны их любви прямо вздымаются. И Кришна не может выжить среди этих волн. Не может спастись. И так, эти водовороды в океане, откуда они возникают? И самого океана. Благодаря лучам солнца, вода океана... То есть вода океана под воздействием лучей солнца испаряется и превращается в тучи. Кришна. Приводится пример. Кришна – это раса са мудра. Океан раса всевозможных трансцендентных вкусов. Акела раса мудра са мудра означает океан. И что происходит в этом океане? По длиням лучей солнца вода испаряется, превращается в тучи, в облака. И затем вновь проливается на океан. То есть Кришна посредством своей Рупа Мадхурии, своего прекрасного облика, он заставляет преданного сходить с ума. Он опьяняется, он опьянен любовью унмата. Так же, как заклинатель змей. Что он делает? Посредством мантр он управляет очень опасными ядовитыми змеями и заставляет их танцевать. Но иногда эти змеи танцуют, танцуют. И потом они настолько опьяняются от этого танца, что эта змея иногда кусает этого заклинателя змей. Когда-нибудь видели такое? Потому что змея, она вообще обо всем забывает. О пенефе от этого танца. Кришна своей красотой проявляет все это премо в сердцах гопи. И гопи, они становятся унмата, безумными. И когда они сходят с ума, Кришна сам становится как бы терять контроль. Он не может удержаться, устоять. И кто вкладывает эту премо в сердца гопи? Кришна, потому что Кришна, он источник всех видов премы. Он объект Божественной любви. Кришна это источник Божественной любви. Но гопи это Ашрай Виграха, премеющий Божественной любви. Они настолько обвиняются от любви к Кришне, что они заставляют Кришну терять контроль. То есть они так сильно влияют на самого Кришну. И Кришна проявляет столько красоты. А Кришне, а гопи, они проявляют в миллионы раз больше, в миллиарды раз больше красоты. Гопи не уступают Кришне. И это сладость красоты Кришне. Кутегон, в миллионы раз, в миллиарды раз больше красоты и сладости, чем Кришне. Поэтому Кришна трепещит. Он не может устоять на месте. Кришне. 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 и как это возможно посредством логики вы не можете этого понять это очень удивительно прекрасная катха, которая здесь описывается. Те, кто в Дасе Раси, Кришна дает им пожеванный орех Бетеля, преданным в Дасе Раси, преданным в настроении Преси, в настроении Мадури, Кришна тоже дает пожеванный орех Бетеля, но в этот момент преданный он недоволен этим орехом Бетеля. Потому что, как я уже сказала, Господь Он обнимает и целует преданного, и преданный Он жаждет этого, потому что преданность становится настолько возвышенной, что преданность становится умата, опененным. Из-за такого сильного счастья преданный теряет сознание, и в этот момент Шипа Гаван пробуждает преданного, приводит его в чувства и проявляет шесть видов своих сладостей одновременно. Затем, то есть, Кришна, он проявляет шесть видов своих сладостей одновременно. То есть, все вот эти вот чувства, то есть, зрение, слух, обоняние, осязание, то есть, какой самый большой орган чувств? Это кожа, это осязание, потому что кожа, она покрывает все тело. Посредством своей кожи мы можем все воспринимать. Холод, жару, что-то мягкое. Можем чувствовать. И кожа, это самое сильное чувство, потому что мы можем все очень четко чувствовать. Например, сейчас я чувствую прохладу. И эту прохладу можно ощутить посредством кожи. Например, вы чувствуете жару, тоже вы ее воспринимаете посредством кожи. И эта кожа, она покрывает все ваше тело. Так это или нет? Таким же образом, Богован своим касанием... Спарш означает касание. Своим касанием Кришна стимулирует сердце преданного. Своими ушами преданного слышать звук носа. Мы воспринимаем запахи. Вдыхаем ароматы. Глазами мы видим формы. И языком мы чувствуем вкус. Например, что-то сладкое, что-то горькое. Понимаете? Итак, уши, нос, глаза, кожа. Посредством кожи мы воспринимаем чувства. В этом мире каждая джива, она находится под управлением своих чувств. Понимаете, что это такое? Например, посредством формы. Кто находится под контролем формы? Видя прекрасные формы глазами. То есть, разные живые существа, они управляемы всевозможными разными чувствами. Рыба, языком, вкус. То есть, как мы можем поймать животных? Звуком можно оленя привлечь. Вот маленькие мотыльки. Когда они видят свет. Видя свет, они летят на него. И сгорают. Что такое паданга? Ну вот, в мотыльке. В особенности, в месяц картики можно видеть вот эти вот маленькие такие вот мотыльки. Если они видят свет или огонь, они летят на него и умирают. Так же есть муравьи, у которых есть крылья, они так же привлекаются светом. А рыба, из-за того, что она хочет кушать, она схватывается наживкой рыбака. Так же погибает. Олень, он связан с звуком. Снэйкл? И охотник, он играет красиво на плейте. И туда прибегает олень. И слушая этот, и опеняясь от звука этой плейте, он не так внимателен уже. И так он попадает в ловушку. То есть всевозможные животные, они привлекаются различными, ну как бы своими чувствами. Но в трансцендентном мире Бакаван, у него такое сладостное касание, сладостный образ и так далее. То есть и пять чувств преданного, они находятся под полным, подпадают под контролем этих различных видов сладости Господа. И как Господь это делает? Когда луна восходит над океаном, Когда океан, он как бы наполняется водой во время полнолуния. В день полнолуния Над океаном вздымаются огромные гигантские волны. И в такие дни, находясь на берегу, даже очень страшно смотреть на эту картину, потому что океан начинает бушевать, и на нем вздымаются огромные волны. И волны, они обрушиваются на берег, издавая такой очень громкий звук. Раньше видели океан в день полнолуния. Если в день Пурнимы налетают облака, то все. Потому что окни, волны очень огромные, и они разбиваются о скалы, о берег, и потом эта вода, она распространяется во всех направлениях. Понимаете или нет? Лизанин говорит, если в Джагандхапуре отправиться на берег, выйти из храма и отправиться на берег, то там можно это наблюдать. Какое значение этого? Каким же образом? Придер неим. Придер неим. Мы можем найти, где гурдов читает. Итак, не сомневайтесь, мы можем только услышать или увидеть единожды, или почувствовать своей кожей, например, что-то холодное или горячее, но в трансцендентном мире вы не можете одновременно опять. Например, вы смотрите на что-то с огромной концентрацией, вы ничего не слышите. Например, в Бхагава там. Например, свадебная процесса идет, и там столько... Там бьет бармане, и вот это столько шума, столько там музыка играет. И эта свадебная процесса проходит, прошла через охотника, который затачивал свою стрелу. И потом человек подбежал, а ты не видел, куда свадебная процесса пошла? А он спросил, что? Какая процесса? И ничего не видел, потому что он был настолько сфокусирован, когда он затачивал свою стрелу. И все его чувства были на этом сконцентрированы. Мимо него прошло 50 человек, все там танцевали, били в барабане, столько звука, шума. Но он их никого не видел, потому что все его чувства были сконцентрированы на чем? На затачивании кончика своей стрелы. В этом мире мы также можем видеть, что одно чувство может быть сконцентрировано на чем-то одновременно. Но Бхагаван своим сладостным обликом и так далее... То есть это трансцендентное и непостижимое. Что? То есть одновременно преданное... Ну, насколько там что-то вообще не смогли понять. То есть я так поняла, что Господь делает так, что Он одновременно вроде как преданное может скучать вот эти пять видов сладостей. Преданное может вкушать один из видов одной мадхурии. Но как Он одновременно может воспринимать пять видов мадхурии посредством своих пять частей? Но для чувства это невозможно глубоко прочувствовать какое-то из чувств... Поэтому... Так, вначале пример из этого мира. Когда Вы слушаете внимательно, то Вы не слышите никакие другие звуки. Потому что Ваши уши сконцентрированы на том, что Вы слушаете. Например, Вы смотрите на что-то с огромной концентрацией, Вы не видите ничего другого. И также Вы не будете слышать ничего, потому что у Вас только один ум. И ум один. Например, ум, он может сконцентрироваться на слушании. И он слышит только. Или, например, Вы смотрите на что-то, то другие... Но в трансцендентном мире форма, касание, звук, вкус Кришны... Несмотря на то, что у Вас один ум, но одновременно он может воспринимать пять видов сладости Кришны. Понимаете? Например, аромат Господа. Вы чувствуете его аромат. Вы также его видите. Вы слышите его. Вы слышите его. Чувствуете его касание. То есть, несмотря на то, что у Вас один ум, но одновременно Вы можете воспринимать пять видов сладости Кришны посредством своих пяти чувств. То есть, это нечто непостижимое. Таким же образом, одновременно, вкушение пяти видов Матхурии... Ну, некоторые люди сомневаются, можно ли погружаться в пять одновременно. Но Богован, он посредством своей Ачиньти-Шахты, он делает так, что преданный, он действительно внимательно может вкушать пять видов Матхурии Господа. Эти концепции выходят за логику этого мира. Преданные все виды Матхурии, которые пребывают в Бхагаване, такие как, например, его красота и аромат. Так же, как огромная птица Чатака. Она только лишь ждет дождевые воды. Так же преданные ожидают вкушения этих пяти видов преданных. И Богован думает, зачем же мне тогда проявлять... Ну, зачем же мне нужны вот эти мои качества, если мой преданный не может их вкушать одновременно? Богован иногда проявляет смирение. И он думает, о, зачем же я проявляю такой прекрасный образ, если мой преданный... Ну, жажда... 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 Кушать мой... Мой образ. Например, на небе появляется темная туча, и там... птичка Чатака... Птичка Чатака... Жаворона. Чатака... Она хочет испить подождевые воды из этой тучи, потому что птица Чатака, она не пьет воду не из водоемов на земле, то есть из рек, прудов, и так далее. Она только лишь пьет дождевую воду, и поэтому она смотрит наверх, жаждая этой воды. Возможно, Чатака умрет от молнии, но все равно она не будет пить воду из реки или пруда, то есть у нее есть это верность, это мишта. Таким же образом преданные, они подобны этой птичке Чатака. Преданные, он счастлив пить сладость красоты Кришны, и Богован говорит, о, горе, о, горе, почему же я проявляю такой прекрасный образ, потому что мой преданный, он так жаждет узреть меня. И так, так же, как эта птичка, Чатака, она не может вместить все дождевые капли из этой тучи, точно так же, преданный, он не может вместить все сладости Господа. И так, эта птичка, жаворнак, Чатака, она хочет выпить всю дождевую воду, таким же образом, преданный, видя прекрасный образ Богована, преданный, он как эта птица Чатака, он хочет пить сладости Господа, одновременно, испить ее всю. И в этот момент Бхагаван думает, о, зачем же я тогда проявил такой прекрасный образ, и мы преданы, он не может испить всего, точно так же, как птичка, Чатака, она может одну-две капельки попить, но не может вместить всей дождевой воды. И Господь, он как эта темная, дождевая, налетая туча. То есть у Кришна у него столько сладостей и красоты, что преданный он не может, не в состоянии вкушать всю его сладость. Точно так же, как та птичка. Вот почему, для того, чтобы помочь преданному вкушать все виды своей сладости, поэтому и своего качества корония, сострадания, он проявляет все сладости своему преданному одновременно. И в своем, как я уже говорила, о семье видов сладости Господа, то есть там Сауганда, Саусария и так далее, то есть сладостный образ, касание, звук его голоса, нектар его уст и так далее. аромат. И сейчас мы говорим о коронии, шестое о ударе, а седьмое чувствует или сладость Господа это его корония, сострадание. И Бхагавану проявляет это сострадание корония. И для того, чтобы помочь преданному вкусить его сладость, Господь, он проявляет и слово корона появляется, слово корония. И что такое корония? Когда вы видите что-то страдание, то ваше сердце тает, когда вы видите, что кто-то страдает. Когда вы видите что-либо страдание, то ваше сердце тает. И в этот момент вы ваше сердце наполняется желанием, жаждой помочь этому преданному. И таково определение коронии, сострадания. так это качество коронии, сострадания. То что есть аштасиди и наваниди. И эти качества они проявляются как восемь песков на лотосе. Итак, качество коронии, сострадания является основным среди всех энергий Бхагавана. Оно находится выше восьми основных его энергий, такие как Вимала, Уткаршни и так далее, упомянутых в Агамо писаниях. и из этого сострадания исходит другое его качество Ануграха. Ануграха выглядят одинаково, но они различные. Кри-па означает вы что-то сделали и вы получили Кри и Па. Кри значит вы делаете и потом вы можете получить Па. Ануграха Господь Он идёт за предным называется Ануграха. То есть эти три вида эти три слова можно перевести как сострадание Ануга, Кри-па и Ануграха. Коруна означает когда вы видите чьи-либо страдания ваше сердце тает. Называется Коруна. Он страдания шоö Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но он не может и все равно Господь Субтитры создавал DimaTorzok на него И Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он думает О, зачем же Субтитры создавал DimaTorzok 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 И никто не хочет купить Ну хорошо, один человек купил И потом остаток всего вашего манго 49 кг Например, вы продали 1 кг И что делать с 49 кг И что делать с 49 кг Извиняюсь Нет, не 1 кг, а 1 манго продали вообще И все оставшиеся манго Они как бы давят на вас Потому что вы не можете продать Нет никаких клиентов Поэтому что делать? Вы несете обратно Мы тогда издалека принесли Принесли манго На рынок И продали только лишь одно манго И то с огромной трудностью Никто не хочет купить И вы скажите, что вы бы сделаете? Потому что вы продали только лишь один кг Выглядит как бесполезная ноша Манго 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 Вы бесплатно начнете всем раздавать Но люди не хотят брать Я возьму Бесплатно всем раздавать Но люди не хотят брать У нас в домах куча манго у всех В Западной Бенгали есть место, где растет куча манго Очень много садов манговых Поэтому у всех там куча манго есть Если кто-то продает там манго Потому что никто не покупает Потому что у всех гигантские манго у самих есть Ну ладно Один джентльмен там из сострадания купил Килограммчик Потому что вы приперли Куча этого Я когда еду и приезжаю в Бразилию Я вижу там повсюду Куча манго Джекфрут и повсюду бананы В одно место я приезжаю в Бразилию Где? На севере Бразилии Какой-то город Белен Не можете поверить С двух сторон То есть Обычная дорога с двух сторон Куча деревьев и манго растет Эти манго они там повсюду по дороге Падают огромные манго Если кто-нибудь сюда принесет манго Что думаете кто-то купит? Ну потому что там бесплатно на дороге они валяются Ну ладно, может быть там какие-то Не знаю там Кто-то там придется Хорошо, я там хочу сладенького манго купить Ну это только это Ну есть приезжие какие-то люди Местные люди никто не купит Там столько деревьев Банан Да Я видел В лесу Бананы Они зреют И никто их не срывает И там прилетают птицы И они съедают эти бананы И также огромные деревья Джекфрутов Хлебное дерево Столько джекфрутов на земле валяется Никто не берет И там это Даже они гниют И люди выбрасывают их в то Потому что Может быть приезжие люди какие-то там Может быть Купят джекфрут Но никто из той области не хочет покупать там джекфруты Итак, три вещи я вижу в Бразилии Бананы Джекфруты И манго Столько Их повсюду И огромные деревья Я вам не сказки рассказываю Я например В Бразилии это наблюдал Огромные гигантские деревья И кто будет это есть И так же сейчас сезон этих арбузов Тоже продают только лишь приезжим Потому что там валяются на земле просто повсюду эти Вот 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 В это место Куда я отправляюсь Огромные 50-20 килограммовые арбузы Никто не ест их Никто не ест их Никто не ест их И в рудах все это будет есть Сделай в России Мы будем покупать Я был в их доме Кришна Баларам пробовал Можете его спросить В Бразилии есть огромная ферма Вот этот преданный Можете спросить В Кришна Баларама Там огромные манго у него растут И когда они Зреют Они такие сладостные Такие вкусные Не можете даже поверить Насколько В общем Там большая у них ферма С огромными манго Я из этих огромных манго готовил маринады Пикули И Бхагаван Думает У меня такой прекрасный образ Аромат И так далее Но преданный не может Воспринять всего этого Поэтому Господь из своего смирения Думает Преданный и смиренный В этот момент И Господь также исполнил смирение На самом деле Эти качества, которые есть у преданного Они исходят от Господа Потому что Если бы у Господа Не было смирения То как бы эти качества Проявились в его преданных На самом деле Все, что есть у преданного Это Отражается от Кришны Его преданного Понимаете Что я сказал Все качества Которые обладает Бхагаван Они входят В сердце Преданного Эти качества Поэтому А где в начале Зарождается смирение В Бхагаване И как это смирение Приходит Бхагаван И в Матхуре Катамбине Катамбине Вишанча, короче, Такура Объясняет это Бхагаван думает О, у меня Такой прекрасный Образ Такое Сладостное Касание Армата Такая гигантская туча А этот преданный Он Какая-то маленькая птичка Чатака Он может только лишь капельку Вкусить Всего этого Поэтому Бхагаван думает Тогда какой смысл Того, что у меня Такой прекрасный Образ И так далее Что преданного Он не может его воспринимать Если И тогда Бхагаван проявляет Своё смирение Господь становится смиренным В Него Входит это смирение И оно также Отражается У Его преданного В Его преданном То есть таким образом Все качества Которые есть У Бхагавана Они отражаются В сердце Его преданного Поэтому Господь Он смиренный Поэтому Как бы Откуда бы взялось Это смирение У преданного И так Это Катха Необычайно прекрасно ВЕСБА Так что он не может проделать кому-то, что он делает? И что он делает с этим мангоом? Когда он не может проделать 50 киджи, что он делает? И что в итоге он все делает с этим мангоом? Он думает, это для меня огромный вес. И что он делает? Как приводился пример? Здесь есть только манго. И вы пришли продать это манго, и никто не покупает. Что сделать с ним? Вы чувствуете, что это как бы, это лишнее, ну как бы ноша для вас? Ну кто хочет, берите, иначе... А, или вы просто оставите это манго. А, или вы просто оставите это манго. А, или вы просто не сможете это манго. А, или вы просто не сможете ни по себе, ни по себе. Итак, Бхагаван думает, почему я проявляю такой прекрасной образец, где мой преданый не может его воспринять? И тогда Господь проявляет свою коронию. И это качество корония является высочайшим из всех качеств Господа, и оно стоит над нею всеми ими. И энергия сострадания называется Амнуграха, проявляется через его лотосные глаза, иногда как привязанность, иногда как сострадание, в преданном настроении Даси, Сакки, Вацалия. А перед преданным настроением Матхурия это привлекает, и качество привлекает преданного. И посредством крепош-шакти Бхагаван возносит саду на платформу Раги. Позднее мы будем читать больше. Там очень сложные такие термины. Жалко, что нет на русском языке перевода. Можно было бы с книжки почитать, так сложно переводить сходу. Итак, у него, Господа, есть 8 энергий. Бима, Токаршина, Прагай. И эти 8 энергий, они как лотос. Представьте, вы 8 лепестков. Итак, на этом лотосе есть 8 лепестков. То есть, Лолита и 8 Саки Аштасаки. Это на самом деле 8 энергий, которые представляют собой каждую из этих энергий. Бахтин Токаран поет в этом киртале. Итак, вот этот лос от лотос с 8 лепестками. И что это за 8 лепестков на этом лотосе? Это 8 шаксы, Кришна, Бимала, Уткаршина, Гьян, Крия, Йога, Фориги, Сатте и Ишана. Итак, это 8 энергий, так как 8 лепестков. И посреди этого цветка, Ануграха Шакте. Которая проявляется как пестик. Возможно, вы не понимаете. Ну, попробуйте вот так вот просто понять. Представьте, 8 лепестков и в серединке Корникара пестик. Что это? Это Ануграха Фейва. Итак, Крипа, Ануграха и Коруна. То есть проявление любви Господа. Итак, Коруна Шакте, она исходит из глаз Господа. Ай, извиняюсь, качество Ануграха проявляется через лотос на столе в глаза Господа. Прекрасно возносит саду на платформу Раги. Просто запомните, то есть есть 8 Аштасаки, 8 лепестков. И там они проявляют собой вот эти вот 8 энергии. Кстати, саду на платформу Раги. А, это не то. Сейчас. В прахе. Можете на английском языке скачать книгу. И, ну, там, кому интересно поразбираться. Сегодня Гурдев читал страницы 410, 411, 412. Английская книга Матхурия Катамбения. С комментариями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!